Всем привет дорогие друзья, с вами дядюшка Розе и это Найт Кроу, кроссплатформенная ММО РПГ, очень неплохая игруля. Можем подытожить, что я выпил, где мы должны фармить, что мы должны фармить и вообще, как тут что добывается, я вам расскажу. Конечно я тупанул изначально, мне надо было сразу брать дамажущий скилл, потом апать скиллы, которые есть, разряд, удар, молния. Нужно третий было брать, а больше б нафармил. Я где-то фарманул примерно, если б не тратил там на крафт ресурсы, потом на крафт пушки еще немножко, вот сейчас у меня на счету 700 алмазов. Так, купил пропуск на оружку, закончился, конечно лучше б я взял бы вот эти пишки и попытался на 3 хотя бы выточить. В итоге за уже 10 дней, да, за 10 дней поймать 2 синих маунта. На 19 главе синюю пушечку с пушечками очень сложно. На ножа и на танка выпали. Также коллекции закрываются. Смотрите, ваша главная задача это вырваться в вот эту зону. В зонах привязана по защите и по точности. Вот в 36 зоне нужно больше 120 точности, потому что тут выпадает такой мешочек. Ну синька мифическая может дропнуться, зеленые вещи. Но главное вот этот мешочек, свитки на оружие. Очень интересно как выпадают. Это и 36 зон и выше. В каждой локации начинают выпадать что точки, что мешочек с золотом, который дается за доп награду при прохождении сюжет. Ну мы сюжетку проходим и там добавляются квесты, доп квесты и там мешочки с золотом. Вот они с 36 левела начинают в вот этих локациях падать. Вот видим хорошая локация, потому что тут идут внешки на оружие, которые закрывают коллекции. Синька. Также можно сотреть разную зеленку, которая игнорирование. Там точность, урон, защита, снижение урона в очень много кол этот щит идет. Мы можем посмотреть 150 алмазов, зеленый щит. Также если вы 39 левел, поспешите. Вот такую гачу дают на 40 левел. Так это на сервер еженедельно, еженедельно, еженедельно. Гача на скакунов и на оружие. Донат бежа еще. То можно на 2 будет попробовать заточить. А это уже 100 алмазов тут написано. 100 алмазов, но все равно дешевле взять 2 бежи, чем мы возьмем по 240. Очень неплохо. Больная тема в этой игре это добыча золота. Это неимоверная добыча золота. Смотрите, что ваш чар убивал за 2 секунды, 2-3 секунды одного моба и переходил к следующему. К примеру, возьмем вот эту локацию. Короче, 30-е. По 34-ю локацию тут одинаковое количество опыта падает со всех локаций, начиная с 30-ой. По шмоткам мы увидим, что тут ресурсики, которые уже дешевеют, но кроме вот этого клок шерсти еще держится в цене много крафта. А да, и изучите какое-то ремесло. Не важно, какое вы изучите. Каждое ремесло будет важно. Вот вы сможете там крафтить двуручный меч, одноручный меч, два меча. Я бы с луками, наверное, переучился, потому что лучников очень много будет, потому что это топ-профессия по фарму, просто неимоверная. Давать задания, вот такие вот задания на создание. Вот, к примеру, я могу создать камень, заработаю 10 алмазов просто, но это мне в город, надо будет телепортироваться, да, мы телепортируемся в город. Этот ценник, конечно, дешевый, но уже кто-то создал, видим, да, я не успел. Надо у доски объявлений стоять и мониторить постоянно, постоянно тоже какой-то доход, там может быть заточки. Но эти заточки долго стоят, потому что на бежу, ну вот, 20 алмазов мы заработали, потому что на бежу, а бежи как бы полностью зеленые не дают, и точки на бежу не покупаются вот здесь, да, мы можем купить точки на оружие и на броню. Ну, надо скупать весь этот магазин, ну хотя бы точки, часы, потому что гача вначале очень важна, хотя бы белые колы позакрывать. Также я говорю, что нужна защита, да, примерно вот эти локации 140 выше защиты и 120 точности. И тогда мы начинаем тут неплохо стоять и фармить мобов. Ну и также надо где-то 70 урона, потому что убийство моба за 5 секунд это очень долго. Видимо он по мне мажет, но иногда попадают, но это очень долго убийство моба. Давайте возьмем квест, пройдем тут, пока вам рассказываю. Тоже квесты не пропускайте, мажут это за счет брони. Надо хотя бы 145, наверное, броньки, и я тут буду стоять очень хорошо. Не хватает дамажащего скилла, вот хоть ты тресни за зоной говорить. Нужно стоять в зоне, в которой вы убиваете максимально быстро мобов. Да, тут падают вкусняшки. Я понимаю все это. Рандом он такой, там плюс ресурсики могут стоить дороже, но тоже не факт, что вы выбьете со своим киллрейтом мобов. Плюс ваш киллрейт будет очень низким, любой лучник просто пристанет, придет вам на голову, и все, он будет передамаживать, запирать себе в дроп. Тут зона безопасная, если тут зоны идут дальше пвпшные все. Тут с рыцарями тоже очень неплохая локация, как раз на мою профессию. Тут вот такая вот железная руда, видим в цене очень неплохо. Для крафта нужна. Также тут видим синька падает, да, зеленка какая-то. Смотрим ценники, да, анализируем, вот 200, значит эта зеленка идет в крутую колу. Не с безопаской, из-за этого она дорогая, потому что на нее есть спрос. На нее есть спрос, 243. Нет, тут я не могу стоять, потому что я трачу баночки, это тоже, понимаете, низкий киллрейт, но мы можем там юзнуть бафики, у нас станет больше защиты, быстрее скорость. Так, вот это видим меткость защиты. Ну, по меткости у меня все тут было прекрасно. Скорость атаки, скорость заклинаний. Ну и салатик, да, какой-то. Мах урон, мах точность. Этот баф на полчаса, эти бафы по 10 минут. И они там стоят по 800 вроде бы. И так нельзя посмотреть ценнички, да, тратить лишнюю денежку. То бишь, вот так вообще невыгодно стоять, потому что вы будете долго качаться. Хоть тут опыт, как бы, x2 по сравнению с бастиум. Вот сюда можно встать, тут тоже вроде неплохой киллрейт, я замерял. Но тут самое большее по золоту, это миллион золота за 24 часа. Миллион золота в день, если вы отставите эту локацию. Тут примерно где-то там, ну 600 тысяч вы в день получите. Но тут выпадают вот такие колечки, но до сих пор 160 частенько выпадают эти кольца. Вам нужно будет второе кольцо. Снижение защиты в ПВЕ, видимо, идет в коллекцию. Второе кольцо, это мне повезло с поля выбить вот такого сундучка. Очень повезло, просто там много вещей разных, и именно кольцо. Если бы еще серьга упадет, вообще будет супер. То бишь, серьга и кольцо нам не дают по квестам зеленые. То, ну все покупают, потому что хотят дополнить. Также и точки, то же самое. Смотрите, ребят, ваш киллрейт это 3 секунды. Получается тут 160 топ это дают, и этих локациях 160 топ это дают. Ну тут вы убиваете там 2,5 моба, а тут убиваете одного. И вы теряете что в каче, что в фарме золото, очень важном. Я, конечно, без этого скилла не могу сказать, как оно, потому что этот скилл как раз дополнит комбинацию скиллов. Этот скилл 5 секунд, этот 10 секунд, а этот будет 16 секунд. Оно будет как-то очередоваться, да? Разряд сработает с священной молнией. Или разряд сработает с ударом молнии. То есть они будут чередоваться, и как оно будет фармиться. Смотрите, чтобы ваш персонаж не бегал, да? То же самое на локации, он выносил мобов вокруг себя, чтобы стоял на месте. То, что перебежки это тоже время, если вы хил, да? Там дальник. Ваш персонаж должен стоять на месте. Ну и там немножко перебегать, но не сильно. То, что если, там, к примеру, выносит ваш персонаж тут, мобов он побежит туда, и это трата времени. Лучше поменять локацию на более выгонную, где вы выносите кучку мобов, и как раз спауниваться мобы, вот это будет самая правильная локация. Как бы говорят, я смотрел видосики, лучше всего пойти, встать, одеть лук и пойти вот сюда. Тут типа внешки падают, да, железная руда. Но вы теряете в опыте. Тут очень мало, очень мало опыта падает. Но тут тоже где-то миллион, ну, миллион золота вы будете иметь. Но без опыта. Самая хорошая локация, это вот это, и вот это пока есть по золоту и качу. За 5 часов кача на 39-м 10% получается вот в этой локации. Очень неплохо. Играем без доната. Что мы поняли? Kill rate должен быть быстрым. Не смотрим на вот это, на вот это не смотрим, не смотрим, вообще не смотрим. Главное kill rate будет, быстрый kill rate будет и дроп. Вот это самое главное, что вы должны понять. А так играем, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Там возможно, не знаю, вообще хочу на новый какой-то сервер пойти. Если какой-то стартанет, плюс 3 сервера, туда уйду. Также ребятушки подписончиков. То я бы хотел, чтобы они со мной бы пошли бы на новый сервер. Если вы где-то с моего пояса, возможно, собрать компашку и играть. На том сервере, где играю, закрыта регистрация. Думаю, через полтора месяца где-то, когда онлайн упадет. Но я не уверен, что упадет онлайн. Потому что играю очень интересная. Хочется что-то фармить. Куда-то идти, что-то собирать. Закрывать коллекции. Стоять в локациях. Закрывать ежедневки. Достижения, да. Хочется тут смотрим. Там посетить гильди. Совершить покупку на рынке 50 раз. Продать на рынке 86 раз. Тут тоже золото хорошо сыпет. То пиши комменты давай. Всем до новых встреч. Продолжение следует.